Дорогие друзья, присутствующие здесь, друзья музыки, друзья Григорьевича. Сегодня торжественный день. Он торжественный для всей музыкальной культуры, а для консерватории особенно. Потому что в этот день мы открываем гюст великому пеннисту Григорьевичу Гиллису. Мы так счастливы и горды тем, что Гиллис работал в консерватории. И решение о том, чтобы установить гюст, было принято ученым Совета. И устанавливаем мы этот гюст в сердце Московской консерватории, в Большом зале консерватории. Говорить об искусстве Григорьевича в прошедшем времени немыслимо. Даже не представляешь, как говорить. Потому что оно живо и будет жить столько, сколько будет существовать исполнительское искусство. Оно потрясает, восторгает, восхищает, удивляет. Можно перечислять глаголы, эпитеты, бесконечное количество раз. И это каждый из вас, наверное, в душе это делает. Кто его слышал, да, счастливица, которая имела счастье слышать его исполнение в зале, как говорят, живым. Когда он играл сам, конечно, те записи, которые сохранились, это такое достояние, это такое счастье, доказать, что мы этим всем обладаем. И вот открытием этого юста, и сейчас мы это сделаем, Владимир Иванович, подойдите ко мне, это дань, дань мы две уважения, преклонения перед великим музыкантом. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, друзья, когда неделю тому назад мне позвонила Нина Леонидовна и сказала, что в фейер большого зала консерватории будет открыт бюст Гиллеса, у меня просто в залбу дыхания сперло. Наконец-то! Знаете, это особенно дорого тем, кому довелось общаться с Эмим Григорьевичем, кому выпало счастье присутствовать на его концертах, где он покорял, гипнотизировал слушателей. Его игрой восхищались не только во всем Советском Союзе, с большим, с триумфом проходили его концерты во многих странах мира. Например, в 50-е годы в Соединенных Штатах пианисты не осмеливались, боялись играть первый концерт Чайковского. Почему? Потому что почти по всем радиоканалам постоянно передавалась реклама напитка «Кеннеди драй», которая сопровождалась аккордами первого концерта Чайковского. В 55-м году Гилец во время гастролей в Америке сыграл этот концерт. И вот в одной из многочисленных хвалебных рецензий один критик написал, что Гилец так блестяще сыграл первый концерт Чайковского, что никто не подумал о «Кеннеди драй». Сегодня мы делаем еще один шаг в увековечивание памяти великого музыканта. К памятной доске на его доме добавился бюст в зале, где он творил. Ой, мой низкий поклон всем тем, кто принял участие в установке этого бюста в нашем зале. Хорошо и спасибо. Пожалуйста, мне пару слов сказать. Я очень рад приветствовать вас в этом замечательном зале и по этому замечательному поводу. Сегодня столетие со дня рождения Эмилия Григорьевича Гиллеса. Так получилось в 16-м году. В семье моего прабдедушки Григория Григорьевича Гиллес и прабабушки Стивиса Малуна Гиллеса родился. Это мальчуган, который в 1933 году на первом конкурсе, всесоюзном первом конкурсе музыкантов и исполнителей по классу фортепиано получил первую премию. В 1938 году уже в Бельгии на конкурсе из-за ИИ он получает первую премию. Это были феерические, фантастические победы молодого музыканта. В годы Великой Отечественной войны Эмиль Григорьевич принимал участие на полях, музыкальных полях, на артистических полях, выступая перед военным контингентом советских войск, участвующих в войне. По окончанию войны в 1955 году он один из первых выезжает в Соединенные Штаты Америки, где с фантастическими успехами проходили его концерты. Еще хотел бы отметить, что в 1958 году он, будучи первым председателем жюри первого международного конкурса имени Чайковского, прейдив свой принципиально и смелость, позволил американскому исполнителю в тот период времени Ивану Клаберну получить первое место. Штав всемирно известным и популярным человеком, он поддерживал теплые дружеские отношения с президентами и монаршами, особыми европейских стран. Советское государство высоко оценило его вклад в искусство, присвоив ему звание народного артиста Советского Союза, наградив его государственными премиями, Сталинской, Ленинской государственной премии, и присвоив высокое в тот период времени почетное звание террористического труда. Я хочу поблагодарить ректора Московской консерватории господина Соколова, ученый Совет консерватории, за право установить нам бюст Эмиля Григорьевича Гиллеса в этих намоленных музыкой стенах, которые слышали его гениальное исполнение музыкальных произведений. Спасибо вам. Спасибо всем, кто пришел. Я только еще хочу напомнить, удивительное совпадение столетия совпало со 150-летним консерватором. И 205 лет, если вы помните, 19 октября, вы помните замечательные слова, это открытие Царства Сильского лицея. И те слова Пушкина, друзья мои, прекрасный наш союз, я хочу этим закончить, чтобы здесь все друзья, друзья музыки, друзья Гиллеса, чтобы мы оставались друзьями. Наш союз прекрасен. Всего вам хорошего.